Добрый вечер! Сегодня воскресенье, 18 декабря. В эфире телеканала «Союз» итоговый выпуск новостей. В студии Александр Крузе. Коротко о главном. Жители Среднего Урала почтили одну из самых старинных чудотворных икон региона. Богородичный образ из Верхнего Тагила прославился чудотворениями еще в 18 веке. Героев былого и наших дней чтит вместе со всем Отечеством церковь и воспитывает в современниках тот же непобедимый дух и те же вечные ценности. Мальчишек радостный народ коньками звучно режет лед. Пришла пора мериться спортивными силами на ледовых аренах. Теперь более подробно об этих и других событиях. В день празднования иконы Божьей Матери Знамения в одноименном храме Верхнего Тагила Нижнетагильской епархии состоялось торжественное богослужение. Божественную литургию совершили три архиерея. Митрополит Екатеринбургский и Верхотургский Евгений, митрополит Челябинский и Миасский Алексий и епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий в сослужении духовенства Екатеринбургской и Челябинской митрополии. Деревянный храм в честь иконы Божьей Матери Знамения в Верхнем Тагиле построили еще в середине XVIII века. Тогда же сюда из Невьянска был перенесен знаменский образ Богородицы. После пожара в 1861 году началась история уже каменного храма. В советское время знаменский храм никогда не закрывался. Он не был перестроен под склад или клуб, и его не разрушили. И все это благодаря заступничеству Престой Богородицы, чудотворная икона которой на протяжении веков пребывает в этом храме. Богородичный образ знамения известен на Руси еще с XII века, когда предстательством Царицы Небесной новгородцы были спасены во время междоусобных столкновений. После многочисленные списки этой иконы разошлись по всей России, а один из них попал на Средний Урал. Здесь знаменский образ сразу прославился чудесами и исцелениями. Она все эти годы покрывает нас своим омофором, помогает нам во всех наших делах. Невьянцы и все окрестности Невьянского района стали почитать эту великую чудотворную икону, стали приходить к ней молиться. И по сей день отовсюду приезжают люди к чудотворному образу. А в день престольного праздника в знаменском храме всегда многолюдно. Здесь собираются не только прихожане, но и паломники из разных городов Урала. У нас паломничество на праздник, икону Божьей Матери, знамени. Этот храм как малый крестный ход. То есть мы с радостью приехали, собрались автобусом от благого дела и, в общем-то, разделили, наверное, всеобщий праздник со всеми. Обращают свои молитвы к Царице Небесной не только взрослые, но и дети. Когда у меня папа болел очень сильно, я обратился к Божьей Матери, она помогла ему. Значимость Верхней Тагильской святыни отметил в своем слове митрополит Алексей, прибывший из Челябинска с группой паломников. Я хотел бы всем вам об этом напомнить, что вот этот образ знамени, который находится в Верхней Тагиле, это все церковные святыни. В этом знамени находится такая благодать, которая может пригодить очень просто, очень трудно. Глава Екатеринбургской митрополии поблагодарил Владыку Алексея и прибывших с ним клириков и монашествующих, а также епископа Нижне-Тагильского Феодосия за соборную молитву. Мы благодарим Бога, Матери Божьей, за то, что здесь у нас такая икона сохранена через столетия. Благодарим отца Сергия за то, что уже 27 лет вы являетесь хранителем икона Божьей Матери, вы являетесь строителем этого храма. Знаете, как хорошо видно, когда труды, они налицо, когда храм он устроен, когда икона окружена людьми, прихожанами, сердцами человечественными. И когда приезжаешь сюда, ехать на Тагил, даже еще не подойдя к травмам, ощущаешь, что это мир и благословение, которое здесь пребывает. Частицу этого мира каждый молящийся на литургии привезет свою семью, вспомнит о чудесной помощи, которую подает нам Пресвятая Богородица, и еще не раз обратится к ней со словами молитвы, которая так часто звучит и дома, и за богослужением, и знают ее все православные христиане. В тот же день митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофии совершил богослужение в храме святого апостола Иоанна Богослова в Духовной Академии Северной Столицы. Слово моим коллегам. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Санкт-Петербургская Духовная Академия принимает архиерейское богослужение в день, когда Церковь чествует икону Божией Матери Знамени, именуемую также Царскосельское. Этот чудный образ был подарен царю Алексею Михайловичу в середине 17 века. Позже особо почитался Елизавета Петровна, был похищен фашистами и обретен советскими воинами. Теперь это главная святыня Духовной Академии. Мы сегодня переживаем особые дни. Особые дни, которыми всегда завершается учебный семейство. Это период тяжелых испытаний, период и зачетов, и экзаменов, особых тревог, особых волнений. И поэтому сегодня, в день чествования нашей Небесной Покровительницы, конечно же, и тревоги, и чаяния, и благодарности, и просьбы приносится при Святой Деве к чудотворному образу Знамени Царскосельское. И в вашем лице мы видим Ангела Церкви, который взбодряет нас, который нас подвигает на новые труды, на новые подвиги, на новые старания, как на учебном поприще, как на поприще доброделания и, конечно же, на поприще нашего служения Святой Церкви. Его Высокопресвященству сослужили ректор Академии епископ Петерговский Силуан, епископ Звенигородский Кирилл, секретарь епархиального управления протеерей Сергий Куксевич, преподаватели Академии в Священном Сане, иерей Павел Ермошкин и другие. Затем Владыка Митрополит обратился к студентам и преподавателям с архипастерским словом, напоминая, об особом месте Царицы Небесной в нашей духовной жизни. Если мы просим совершить чудо, вот, претворение этой воды, то, конечно, нам нужно просить Бога, чтобы Господь помил нас грешных, и Господь послушает Свою Матерь. В этом мы в мире причаиваемся, потому что мы по рекам не медлены, в зале, просим Господа, а можем просить посредницу, и Мать, которая может умолить Господа, чтобы Господь нас помиловал. Помиловал здесь, когда мы с вами живем, когда мы с вами живем, когда мы с вами проектировали Астра, а мы все свои проектировали Астра. А потом, чем дальше, в ваших силах, и опять на ком бывает, конечно, предстательство Матери Божьей. В этом все мы даже не отрекать, и студенты подавайте, потому что здесь прихожане по храму у нас есть такая икона, и Матерь Бога слышит все наши вдохи и радуется, когда мы с вами живем по Богу и Божьей. И огорчается, когда мы с вами знаем, знающие, как надо жить, просто для нас совершаем, то, что мы делаем, то, что мы решаем. Конечно, мы, как бы это Матерь, мы с вами проектировали Астра. Поэтому постараемся радовать Царю Святого, своей скорой жизнью, своей любовью, своими добродетями. В заключении митрополит Варсонофий подарил храму Духовной Академии икону недавно прославленного протеерея Михаила Союзова. Архиереям преподнесли панагии с изображением иконы знамени. В ответ ректор Академии преподнес архипастырю икону преподобного Иоанна Дамаскина. Свои награды за заслуги перед духовными школами получили иереи Богдан Полевой и Алексей Юдин, а также сотрудник Академии Александр Жуков. В день празднования икони Пресвятой Богородицы, именуемой «Знаменя», епископ Борисоглебский и Бутурлиновский Сергий служил божественной литургией в главном храме Борисоглебской епархии. Знаменский кафедральный собор отмечал в этот день престольное торжество. В 1860 году крестьяне-пригородных к Борисоглебску Слобод составили ходатайство о постройке каменной церкви. С того времени и ведет свою историю этот трехпрестольный храм. Примечательно, что рассматривал те документы и дал благословение на строительство, епископ Феофан, ныне известный всем нам в лике святых святитель Феофан Затворник. В ту пору именно он возглавлял Тамбовскую кафедру, в состав которой входил Борисоглебский. В 1869 году церковь осветили, и с того времени богослужения в ней фактически не прекращались. В богоборческие годы храм лишился колоколов, но не был закрыт. Быть может, именно заступничество Царицы Небесной спасло его от поруганий. Церковь ставит Божию Матерь выше всех святых, выше всех ангелов. В церковных песнофиниях говорится, что Матерь Божия стоит превыше херувимов и серафимов, а это высшие ангельские чины. Каждый возведенный храм в ее честь, это свидетельство того, что люди чувствуют силу ее любви, который в преизбытке для каждого человека. Как известно из истории почитания образа знамени, он был явлен во время противостояния двух русских дружин в эпоху междоусобиц в XII веке. И потому молитва перед этой святыней о единстве никогда не потеряет своей важности. Об этом напомнил Владыка в слове духовного назидания. Совершаемый праздник еще и напоминание нам о том, что Русь святая едина, что никакие взгляды, современным языком говоря, политические, не должны одну часть триединого русского народа выставлять против другой, не должно быть на земле русской исторической Руси ненависти, вражды по признаку принадлежности той или иной ветви русского народа. Не должно быть у нас зложелательства. А время, в которое мы сейчас живем, время страшного испытания для Святой Руси, для русского мира, для нашего единства. И мы, дорогие мои, должны сугубо и в этот день молиться Матери Божией пред иконой ее знамения о даровании мира, молиться о нашем единстве, о мире нашей земли. После проповеди с престольным праздником молящихся поздравили юные прихожане. А в завершении богослужения в конференц-зале Бориса Глебского и пархиального управления состоялся праздничный концерт хора воспитанников Воскресной школы Знаменского кафедрального собора «Отрада», открывая сердца для добра. Владыка поблагодарил ребят за выступление. Оно и взрослым напоминает о том, какими открытыми для радости и любви ко всем призваны быть и христиане, от мала до велика. Праздничный день воспитанникам Воскресной школы подарили гостинцы. На площади Свердлова в Новосибирске в День Героев состоялась торжественная церемония возложения цветов к бюсту знаменитого летчика Великой Отечественной войны маршала авиации Александра Покрышкина. В церемонии принял участие митрополит новосибирский и бердский Никодим, руководители органов власти, области и города, представители общественных ветеранских организаций, молодежных военно-патриотических клубов. История праздника имеет свои глубокие корни. Именно в этот день, в 1769 году, Екатерина II учредила орден святого Георгия Победоносца для воинов, провивших в боях свою доблесть, отвагу и смелость. Наша история хранит память о таких героях в защитниках Отечества. Традиционно в День памяти героев в городе Новосибирске возлагают цветы к памятнику героя Александра Покрышкина. Мы воздаем честь и хвалу всем героям, которые есть в нашей стране, потому что их подвиг всегда значим для нашей Отчизны. И важно, чтобы мы сохраняли эту память и назидались на их подвиге. Это важно и нам, это важно всему обществу, и это важно всей нашей Родине. По благословению главы Пермской митрополии митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия в Пермском крае проходят 18-е краевые феофановские образовательные чтения. Главная тема образовательного мероприятия в этом году соответствует названию предстоящих в январе в Москве международных рождественских образовательных чтений глобальные вызовы современности и духовный выбор человека. Старинным кантом времен императора Петра открылось пленарное заседание феофановских чтений. В этом году они посвящены теме злободневной. Впрочем, так всегда. Ежегодно обсуждается остро стоящее перед российским обществом, а иногда и шире, по всему миру, проблема. Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека. Подискутировать на эту тему в органный концертный зал Перми пришли делегаты со всего края. В обращенном к ним слове глава митрополии отметил. Свобода выбора не есть абсолютная и конечная цель. Злоупотребив свободой выбора, человек утратил подлинную свободу. Свободу жизни в добре, которую он имел в первозданном состоянии. Эту свободу человеку возвращает Господь. Мы живем в эпоху глобальных вызовов, сказал архипастер. Они брошены не только России, но и всему христианскому миру. Мы видим, как рушатся базовые понятия о добре и зле, о пороке. И кризисы наблюдаются практически во всех сферах человеческой деятельности. Это климат и окружающая среда, экономика, международная политика, рост социального напряжения. Разрушение можно наблюдать и в духовной жизни общества и личности. Но когда легализуется порок, возникает иллюзия, что греха вообще не существует. Сегодня противостоят этим деструктивным процессам и церковь, и все здоровые силы общества, и, конечно, педагоги, которым выручено будущее нашей страны. Каждый человек, который вступает на путь преподавания знаний другим, должен помнить, что эта работа связана с подвигом, даже с самопожертвованием. Люди отдают свою энергию, свою жизненную силу, формируя следующие поколения. Вот почему нравственный уровень, личная жизнь наших педагогов и профессоров не является лишь только их личной жизнью. Важно, чтобы в сердце учителя была вера. Вера очень помогает человеку не совершать жизненных ошибок. И, конечно же, невозможно учить других, если ты сам внутренне не растешь. И насколько твердо мы будем стоять в правде и истине, насколько мы будем верны заветам своих отцов, преданы духовным и нравственным началам, во многом зависит будущее наших детей, внуков, будущее нашего народа. Мысль об особой ответственности, которая в любую эпоху, особенно в наши дни, возлагается на учителей, наставников, педагогов, звучала и в их собственных выступлениях. На передний план выходят самые важные ценности. Традиционная семья, ценность государства, понятие родины. Вот неформальные отношения к этим ценностям несут детям именно учителя. И я бы даже сказала, не только детям, а и родителям. Покуда жив русский учитель, и покуда он держится за сакральную власть, за связь между небом и землей, за русскую православную церковь, я свято уверена в том, что Россия не закончится никогда. И вот именно этот посыл, мне кажется, каждый из нас должен положить в основании своей работы, своего служения. В день работы пленарного заседания чтений состоялось награждение архиерейскими грамотами за усердные труды во славу русской церкви в Пермской митрополии. Награду вручил митрополит Пермский и конкурс кемпорий. А в фойе органного зала все желающие смогли ознакомиться с работами участников регионального этапа международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира». В этом году конкурс был посвящен преподобному Сергию Радонежскому. Главный церковный праздник Симбирской митрополии – День памяти блаженного Андрея Симбирского. Праведник, удивлявший горожан своими кротостью, незлобием и особым даром прозорливости, провел всю свою жизнь в молитвенных трудах. И сегодня он по-прежнему возносит молитвы о нас ко Господу. В День памяти святого в Кафедральном Спасо-Вознесенском соборе прошло праздничное богослужение. День памяти святого блаженного Андрея Симбирского – это день небесного покровителя Симбирска-Ульяновска. Жители города стараются посетить праздничные богослужения, чтобы помолиться заступнику земли Симбирской, попросить его помощи и поддержки. Я верую и чувствую помощь святого Андрея. Как это проявляется? Это, думаю, как в сестричестве мир, у нас сохраняется любовь, едино души, единомыслие. Я тоже верю, что святой блаженный Андрей Симбирский нас не оставит и поможет нам в развитии этого направления служения Богу и людям. В канун празднования Дня памяти блаженного Андрея митрополит Симбирский Новоспасский Лондин и митрополит Ешкарлинский Кумарийский Иоанн совершили все ночные вздения в Спасо-Вознесенском Кафедральном соборе Ульяновска. На этом богослужении читался Акафист Святому Блаженному Андрею. Андрей Ильич Огородников, так звали святого в миру, родился в 1763 году. Уже в семилетнем возрасте будущий праведник взял на себя нелегкий подвиг «Юродство Христа ради». Всю жизнь он жил одной милостыней. В любую погоду носил длинные рубахи и ходил босиком. Постоянно пребывал в посте и молитве. Я вот сама уже дважды бабушка, но мне моя бабушка говорила, а ей говорила ее бабушка, что у нас в городе жил святой. Господь даровал Блаженному Андрею особые благодатные дарования, в числе которых дар прозорливости. По его молитвам неоднократно исцелялись больные и страждущие. За время жизни святого в Сен-Вирске не случилось крупных пожаров, хотя дома в ту пору были деревянными. В постоянном подвиге и всевозможных лишениях Андрей Ильич прожил 78 лет. Он был похоронен у храма Покровского монастыря Сен-Вирска. В советское время Покровское кладбище было уничтожено, а могила старца засыпана. Лишь 5 сентября 1990 года был обнаружен склеп Андрея Блаженного. Сегодня на этом месте находится часовня-памятник, а мощи святого были перенесены сначала во Всесвятский храм, а затем в Спасо-Вознесенский кафедральный собор, где они находятся и поныне. В День памяти Блаженного Андрея Сен-Вирского митрополит Сен-Вирский на Спасской Лонге, митрополит Лишкарлинский и Мариинский Пиан, епископ Барышкин и Единский Филарет совершили божественную литургию в Спасо-Вознесенском кафедральном соборе Ульяновска. По окончании литургии был совершен молебен к святому Андрею Сен-Вирскому. Мы почитаем святых и обращаемся к ним с такими словами. Мы просим их молить Бога о нас. Мы не относимся к святым как к тем, кто может спасти нас. У нас один Спаситель, Господь, нашим Иисус Христов. Мы просим святых молиться о нас так, как они молились на своих соприкновениях, когда жили здесь, на этой земле. Митрополит Ешкарлинский и Марийский Иоанн поблагодарил Владыку Лондина за приглашение и радость совместной молитвы. Мне хочется еще раз вас, Владимир Владимирович, поблагодарить и пожелать вам, чтобы ваша паспорт вместе с вами на мир гореть лица и святой благодаря Богу и вашему любезному представителю Боженому Андрею. Заместитель губернатора Ульяновской области Александр Коробко передал собравшимся на торжества поздравление главы региона Алексея Рубский. По завершении богослужения митрополит Лондин заместитель губернатора Александр Коробко и исполняющий обязанности главы города Дмитрий Зверев возложили цветы к памятнику Боженному Андрею на территории собора. Сергей Николаев, Юрий Конихин, Симбирская митрополия. В Ставрополе отметили десятилетие со дня освящения Казанского собора. В том столетии в городе свирепствовала чума и в память избавления от смертельной опасности на крепостной горе был установлен крест, а потом появился и храм. Чтобы воссоздать былую красоту, восстановление храма велось по архивным документам, а точное местоположение подсказали археологи. Покровительницей Ставрополя со временем его основания является Божья Матерь. 22 октября 1777 года была заложена Ставропольская крепость. В ней была поставлена первая церковь святителя Николая Угодника, а казаки, которые основали рядом станицу, поставили также и церковь в честь казанской иконы Божьей Матери. Позже казаков перевели на другие рубежи империи. Они разобрали и увезли с собой и свой храм. Но в Ставрополе осталась очень ценная икона конца 18 века из той казачьей церкви. И уже в 19 столетии было решено строить каменный казанский храм. Проектирование было поручено Константину Тону, но исполнял проект его брат Александр Тон, а утверждал лично император Николай I. В 1847 году собор был построен и освящен. В 1929 храм закрыли, через 10 лет огородили проволокой, привезли сюда заключенных, которые и разобрали церковь до основания. В 2004 началось возведение нового казанского собора, а в самом конце 2011 года на праздник апостола Андрея Первозванного патриарх Кирилл осветил храм. Сегодня особенный день для всех нас, для всех всех людей, кто искренне и открытым сердцем выгрызает для Христова здесь, на конфликте. Это особенный день основен освящением этого великолепного восстановленного казанского собора, который стал не только агентствованием и историческим исправительности здесь, на нашем благословенном проказе, но больше степени не стало нескольким сегодняшним предвидетой от своих предков любви современного к Богу, при чистой Богородице, к святым угоднему Божьему. В честь юбилея в Казанском соборе молился соном архипастерей. Сегодня все архипеи имеют отношение присутствующие к этой огромной парке. Я им сердечно благодарен вам, дорогие молодые, что вы сегодня прибыли в развитии эту радость. В том числе сегодня отмечаем конкретно десятилетие нашей мировой литературе шестой огромной парки с лотканом на территории Северопольского Также в храме состоялось награждение клириков, особо потрудившихся на благо церкви. Кроме того, в этот день состоялось торжественное прославление в лике святых священника Григория Златарунского и Дмитрия Семенова. Они тоже были в принципе обычными людьми, которые хотели жить достаточно молодыми. Они имели бабушек и детей и также болелось летом, что будет с ними но однако несколько не собевается отдали свою жизнь за веру Бога своих веждений. Еще 25 августа этого года Священный Синод постановил включить имена святых в список собора новомучников и исповедников Церкви Русской. Конечно это огромная радость огромное утешение для нашей партии для всего Кавказа когда нам проявили своих угодников наших партий. Честные останки святых Григория и Дмитрия в случае их обретения Синод постановил считать святыми мощами. В духовно-просветительском центре Воскресенского кафедрального собора города Ханты-Мансийска состоялась презентация книги митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла «Русская Голгофа. Политические репрессии в Югре». В книге рассказывается о борьбе советской власти с русской церковью, репрессиях простых людей и о том, как хранят в Югре эту память. Первый тираж 3000 экземпляров. О темных страницах истории рассказывают В первой половине 20-го века под предлогом помощи голодающим по Волжье советская власть начала изымать церковные ценности. Десятки лет спустя после снятия грифа о секретности стали понятны истинные цели. Изъятие ценностей в особенности самых богатых лавр, монастырей и церквей должно быть произведено с беспощадной решительностью, безусловно, ни перед чем не останавливаясь и в самый кратчайший срок. Чем больше число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. На самом деле коммунисты боролись с православной верой, храмы разрушались, людей протестующих расстреливали. Этим поистине темным страницам истории, происходившим и в Югре, владыка Павел и посвятил книгу «Русская Голгофа. Почти на 250 страницах боль народа». Братья и сестры, можно вот с одной стороны очередь, пожалуйста? Поэтому за трудом владыки очередь Ирина Слинкина, сама хорошо знакома с историей репрессий, жила в Луговском. Этот поселок образован в 30-х годах прошлого века спецпереселенцами. «Когда баржа шла по Аби, и спецпереселенцев высаживали на берега Аби, мне очень важно, что появилась такая книга, которая объединяет сведения о репрессиях о тех годах». В книге список из более 600 невинно расстрелянных в окружной столице. В нем Елена Башарина находит сведения о своем прадедушке. «Такая книга, вы слышали, сказали, что порядка 40% людей, кто здесь живет, это репрессированные. Она должна быть». Книга написана владыкой Павлом, дабы не придать забвению память об этих людях. Церковь уже полвека ратует за постройку часовни на месте расстрелов. Сейчас это парковка возле Югра-классик. «Мы придем к консенсусу и решению вопроса, что эта память будет увековечена. Увековечена каким-то знаком или, скажем, памятником часовней или каким-то другим знаком. Но это место расстрелов, оно должно быть обозначено обязательно». Русская Голгофа отмечена дипломом третьей степени конкурса просвещения через книгу как лучшее издание по истории русской православной церкви и казачества. В Москве в здании новой третяковки на Крымском валу открылась масштабная выставка посвященная 10-летнему юбилею Академии акварели и изящных искусств Сергея Андреяки. Это единственный в России художественный вуз воспитывающий художника-универсала в рамках традиции классического изобразительного искусства. На открытие выставки побывала наша съемочная группа. Слово Эльвире Гордеевой. Около трех тысяч произведений выполненных в различных видах и техниках изобразительного искусства работы народного художника России действительного члена Российской Академии художеств ректора Академии акварели и изящных искусств Сергея Николаевича Андреяки а также художников-педагогов студентов и учащихся школы и Академии акварели представлено вниманию посетителей на юбилейной экспозиции художественного вуза. Здесь конечно представлена не только акварельная живопись но и разные техники и витраж и мозаика и керамика и роспись фарфора и миниатюрная эмаль и основа ювелирки и афорт масляная живопись пастель и многое многое чего другого. По мнению экспертов и коллег по творческому цеху Академия акварели изящных искусств Сергея Андреяки учебное заведение нового типа не имеющего аналогов в России и за рубежом. Здесь нет разделения на факультеты а весь спектр художественных специальностей студенты познают в рамках и единой обязательной для всех программы. Студенты получают обширные знания и практические навыки в различных областях изобразительного искусства что существенно повышает их профессиональный кругозор и востребованность на рынке труда. основная задача выставки показать достижения сравнительно молодого но успешно заявившего о себе художественного института. сегодня мы все здесь получаем то удовольствие которого наверное ждали долго и когда бы у меня спросили какую эмоцию я сегодня испытываю я бы сказала восторг Сергей Николаевич его сподвижники они делают замечательное дело позволяют сохранить и развивать русское изобразительное искусство двигать его вперед несмотря ни на какие проблемы я вот знаю про выставки одно что когда шумно когда трудно говорить душно даже бывает и трудно посмотреть картины это и есть успех потому что это действительно неподкупная любовь народная которая здесь видна союз художников россии награждает академию сергей николаевич андреяки нашей высшей наградой которая называется золотая медаль александра иванова и награждение пройдет на президиуме российской академии художеств эта выставка полностью социальный проект для посетителей подготовлена разнообразная программа мероприятий экскурсии пробные уроки показательные мастер-классы концерты творческих коллективов встречи с выдающимися деятелями культуры и искусства и что немаловажно вход на выставку свободный все мероприятия бесплатные каждый здесь найдет себе многое по вкусу и просто отдохнет душой и порадуется вот в наше нелегкое время что мир прекрасен и жизнь прекрасна и хочется жить и делать доброе выставочный проект академии акварели и изящных искусств Сергея Андреяки в Новой Третьяковке на Крымском валу продолжится до 25 декабря под Петербургом в городе Комунар в детском развивающем центре Красносолнышко при храме святого равнопостольного князя Владимира прошел праздник посвященный 350-летию со дня рождения императора Петра I гостей праздника ждал концерт выставка столярной мастерской центра и уникальная выпечка по старинным рецептам петровских времен подробнее в репортаже с места событий проект в детском центре при Владимирском храме Комунара посвященный 350-летию со дня рождения Петра I и завершившийся праздником ставил перед собой ясную цель возрождения и поддержания в детях и взрослых исторической памяти чтобы вспомнить о тех великих людях в частности о Петре I который много потрудился для того чтобы наша держава была великой вспомнить о том что он был первым русским императором вспомнить о том что он укреплял нашу землю расширял ее границы заботился и о просвещении народа имел попечение и о бедных и о больных имел попечение о всех людях своего отечества которому действительно был не просто государь но и отец в полном смысле этого слова праздник готовили общими силами дети, педагоги центра и родители разучивали песни искали старинные рецепты мастерили модели для выставки ну больше всего конечно участвовали дети при поддержке родителей под конец перед началом уже праздника уже и родители немножко сорганизовали на песню славны были наши деды ну а детки все время со мной занимались некоторые подробности жизни первого русского императора о которых узнали дети на празднике касались церковной жизни Петр Первый любил петь с певчими в храме и даже сам читал апостол во время богослужения при нем стало развиваться хоровое пение столярная мастерская детского центра Красно Солнышко подготовила тематическую выставку потрудились не только руками пришлось окунуться в историю дети делали солдатиков петровских времен изучали историю форму одежды ну и пытались как-то сделать в зависимости от возрастной группы организаторы праздника уверены строить будущее можно только помня прошлое и передавая эту эстафету памяти детям в центре зимних видов спорта Новосибирска состоялось торжественное открытие турнира по хоккею с шайбой на кубок святого благоверного князя Александра Невского церемонию возглавил митрополит новосибирский и бердский Никодим организатором турнира выступила новосибирская епархия эти престижные спортивные состязания стали уже традиционными и привлекают спортсменов из других регионов в этом году на площадке спортивного клуба локомотив встретятся шесть команд их участникам исполнилось 10 и 11 лет но они уже подают надежды как талантливые спортсмены с приветственным словом к юным хоккеистам их наставникам и родителям обратился глава новосибирской митрополии митрополит новосибирский и бердский Никодим дорогие друзья всех вас рад приветствовать на открытии турнира по хоккею шайбой округом Александра Невского очень важно что вы ребята которые занимаетесь спортом имеете перед собой пример Александра Невского который будучи глубоко верующим человеком совершал великие подвиги во славу Отечества наше он был человеком крепким духом крепким верой и с крепким телом так и вы будете такими же для меня вы сегодня все победите ибо вы побеждаете в самом главном деле устроения своей жизни на глубоко угодных основах позвольте пожелать вам вашим родителям и конечно же вашим тренерам дальнейших успехов желаю вам крепости душевных и телесных сил да хранит вас Господь на катке в московском районе биберева состоялся турнир по хоккею среди детско-юношеских любительских команд москвы на кубок воинской славы соревнование было организовано епархиальной комиссии по вопросам физической культуры и спорта при епархиальном совете города москвы совместно со спортивным отделом северо-восточного викариатства сюжет галина ледвиной ледовая баталия развернулась на хоккейной площадке в биберево за обладание главным призом соревновались детско-юношеские команды 2008-2009 года рождения турнир проводится по благословению патриарха Кирилла который придает большое значение развитию спорта особенно среди детей и молодежи спортивная закалка очень помогает формированию не только физической силы но и силы духа перед соревнованиями юные спортсмены получили благословение священника ребята-то из семей в основном мирских многие не воцерковленные поэтому присутствие батюшки молитва все-таки их организовывают к тому, чтобы не ругаться матом и относиться друг к другу терпеливее с любовью об этом к этому я и говорю это я призываю это наша миссия с молодежи чтобы нравственные ценности стояли на первом месте а на втором уже все спортивные достижения за обладание призов на льду сражались четыре команды две из которых Светон 08 и Светон 09 представляли Северо-Восточный административный округ команда «Звезда» Северо-Западный округ столицы команда «Анина» Южный утром за литургией в храме преподобного Сергия Радонежского духовенство молилось об участниках турнира и о благом деле проведении спортивных соревнований у батюшек на турнире очень важная миссия «Самое главное наверное я скажу это доброту вот такая вот искренность в отношении детей от батюшек она вот ну как бы вот все душевно проходит вы представляете как будто никто мы никого не знаем из допустим новых команд которые там тоже включаются в наши турниры а как будто вот так в общине мы их знали уже давным-давно и вот здесь вот эта благодать Божия которая от батюшек они напитывают детей хорошая скорость азарт борьба поддержка болельщиков много голов на льду красивый хоккей но в то же время это дань памяти турнир кубок воинской славы приурочили к 81 годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой в 1941 году в память о событии и о героях подаривших победу по окончании каждого поединка вручали специальные награды лучший игрок матча и самый полезный игрок матча по завершении турнира были присвоены дополнительные награды лучший игрок кубка лучший снайпер кубка приз зрительских симпатий победителем турнира стала команда Анина второе место заняла команда Светон 08 третья команда Светон 09 такой запомнилась уходящая неделя теперь коротко о том какие важные даты служебного календаря ожидает нас на предстоящей неделе продолжается рождественский пост завтра 19 декабря святителя Николая архиепископа Мерликийских чудотворца 20 декабря святителя Амвросия епископа Медиаланского преподобного Нила Столобенского 21 декабря преподобного Потапия Фивского 22 декабря зачатие праведную Анную Пресвятой Богородице иконы Божьей Матери Нечаянная Радость 23 декабря святителя Иоасафа епископа Белгородского 24 декабря преподобного Даниила Столбника 25 декабря святителя Спиридона епископа Тремифунского чудотворца На этом время нашей программы подошло к концу Прибывайте с Богом Всего вам доброго Редактор субтитров